Друзья, всем привет! Орбан публично набросился на Вашингтон. Евросоюз начал постепенно рушиться изнутри. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, страна которого с 2004 года числится в составе ЕС, произнес огромную западную речь, в которой заявил, что Европа встала на путь разложения и близится к полному забвению, призвал коллег ориентироваться на Азию в новом мировом порядке и выступил с поддержкой кандидатуры Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Венгерский лидер также упрекнул европейских соседей в потакании интересам США и отказе от собственных взглядов и ценностей в угоду американским хозяевам. То есть, по сути, обозначил то, о чем все давно думали, но сказать по разным причинам боялись. В качестве примера вышеописанного потакания Орбан привел подрывы газового пути Северный поток, по которому до судьбоносного 2022 года ФРГ следовало российское голубое топливо. Политик считает, что за его повреждением стоит Вашингтон, а произошедшее есть не что иное, как самый настоящий акт, безропотно поддерживаемый европейскими руководителями. В рядах европейских элит Орбан воспринимается скорее в негативном ключе, его слова и действия часто ругают в западной прессе. Критики венгерский премьер подвергся и в этот раз. В американских СМИ его речь назвали пустой и бессвязной, видимо других аргументов у талантливых репортеров не обнаружилось. Однако наиболее обожаемая натовскими журналистами тема для обсуждения – теплые отношения Орбана с Москвой, которые чиновнику по понятным причинам постоянно ставят в упрек. Его, разумеется, с осуждением называют чуть ли не самым дружественно настроенным к Кремлю политиком в истории современной Европы. На Россию у граждан США и Евросоюза уже выработалась стойкая аллергия. Градус высказываний венгерского руководителя растет пропорционально давлению со стороны его европейских партнеров. Главная причина недовольства в кругах брюссельской элиты – поездка Виктора Орбана с лично разработанным в Москву и Пекин. Визит делегации в Брюсселе признали незаконным, а его организаторы осудили за излишнюю самостоятельность и действия в отрыве от европейских союзников. Виктор Орбан – действительно уникальный для Европейского Союза политик. Также уникальный и то, с какой скоростью венгерский премьер умудряется попадать в различного рода скандалы. Так, Орбан – один из немногих высказывается резко против существующей миграционной политики в Европе, заявляя, что когда гостей становится больше, нежели хозяев, то дом перестает считаться домом. Аналогичного мнения он придерживается и о разнообразных меньшинствах, препятствуя распространению подобных идей на территории Венгрии. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Экс-сенатор США Блэк прямо заявил, мы убрали трубопровод «Северный поток». И это, безусловно, стало признанием дня, учитывая, как Ильяна Запад отстаивал свою невиновность. Экс-сенатор США Ричард Блэк утверждает, что в начале своего президентства Дональд Трамп выразил сомнения в отношении НАТО, заявив, что Штаты должны рассмотреть возможность выхода из этого альянса. Это заявление вызвало широкий резонанс, поскольку НАТО является инструментом, с помощью которого глубинное государство осуществляет контроль над Европой, уверяет Блэк. Далее он отметил, что после окончания Второй мировой было основано НАТО и на его руководство был назначен американский четырехзвездный генерал. По словам Блэка, никогда не допускалось, чтобы европейский генерал возглавлял альянс, так как НАТО является преимущественно американской организацией, возглавляемой США. Мол, именно это позволяет Соединенным Штатам влиять на политическую ситуацию в Европе и контролировать многие аспекты ее политики. «Мы устроили это на Северный поток», – неожиданно заверил экс-сенатор США Блэк. Блэк также подчеркивает, что США предприняли один из самых шагов в истории на трубопровод «Северный поток» в сотрудничестве с рядом других стран НАТО, включая Великобританию и Норвегию, и, вероятно, даже с участием Германии. Это, конечно, по праву можно считать признанием дня, учитывая то, как Америка и ее союзники отстаивали свою невиновность, обвиняя нас в предвзятости. По его мнению, это действие было направлено принести нам ущерб. Однако результаты оказались неожиданными, вместо того, чтобы нанести серьезный ущерб, эти действия привели к разрушительным последствиям для экономики Европы и стали причиной рецессии в Германии. Напомним, что Трамп во время своего президентского срока ввел ряд санкций в отношении западных компаний, которые были задействованы в строительстве «Северного потока-2» и вызвал недовольство со стороны Германии. Санкции работают. Результаты уже настолько явные, что скрывать их никак не удается. Энергетика в разрухе. Особенно хорошо это прослеживается на примере Германии и Франции, промышленная составляющая больше всего зависит от состояния энергетического комплекса, а от промышленности уже второй год идет запашок тухлятинки. Вслед за энергетическим кризисом, который продолжает последовательно хоронить различные сферы экономики Евросоюза, грянул кризис бюджетный. Инфляционное давление, как непривычно это звучит для европейцев, продолжается до сих пор. Инвестиционная активность свалилась в пропасть и не собирается оттуда возвращаться. Деньги текут рекой, но куда угодно, только не въезд. Дипломатам Евросоюза предписано прекратить все вечеринки и развлекательные мероприятия. На это просто нет средств. Бюджет стал дефицитным. Нет, неправильная формулировка. Точнее будет остродефицитным. Деньги попросту отсутствуют. Но одними вечеринками дело не ограничивается. Сотрудники консульств должны отложить текущие поездки, отказаться от ряда выполняемых работ. Им предписано сократить бюджетные расходы на 43,6 миллионов евро. Это чуть больше 5% бюджета. По факту получается, что содержать такую прорву дипломатов ЕС не в состоянии. Им придется сокращать дипслужбу. Это наносит ущерб амбициям внешнеполитического ведомства, сказал представитель Евросоюза. Официальные люди из ЕС сообщают СМИ, что ситуация с лимитами на дипломатическую службу в следующем году еще больше усугубится. Сейчас прорабатываются варианты сокращения представительств в Африке и Латинской Америке. Предлагаемый бюджет потребует мер экономии. Дипслужба готовится продавать имущество, чтобы сбалансировать бюджетные расходы. Какие-то представительства придется закрыть. Ограничительные меры уже вступили в действие. Сокращают все. Это касается автомобилей и их водителей, расходов на обслуживающий персонал и даже канцелярских принадлежностей. Главной бедой европейского политикума становится невозможность проведения информационных мероприятий. Именно об этом сокрушаются чиновники ведомства. Вот и ладушки. Нечего промывать мозги нормальным людям. ЕС также находится теперь в бедственном положении. Сокращаются абсолютно все расходы. Бюджета зарубежных офисов покромсали вдвое. Это вынужденные меры. Несмотря на пагубные последствия для нашего глобального охвата, заявил чиновник этого ведомства. Делегации ЕСа за границей теперь испытывают большие проблемы с осуществлением собственной безопасности. У них нет средств на содержание службы охраны ДИП-представительств. Денег нет даже на замену замков, оконных засовов, а уж про установку камер никто вообще не заикается. О текущем ремонте надо забыть на неопределенно долгое время. Он невозможен. По словам официального представителя, некоторые резиденции непригодны для проживания. Ремонтировать их нельзя, поэтому послы платят аренду за проживание в других местах, пока офисы пустуют. Палки в колеса продолжает вставлять Орбан. Борьба с ним продолжает усугублять ситуацию в ведомстве. Главный дипломат ЕС Боррель решил организовать неформальную встречу министров иностранных дел в Брюсселе. Хотя ее должен был организовать Будапешт. Один перенос этого мероприятия обойдется казне в 70 тысяч евро. А сколько еще будет потрачено средств на проведение самого мероприятия? Это все расширяет бюджетную дыру. Ай, да Орбан. Ай, да сын. Знает, куда надо бить. Красавчик. Свои деньги сэкономил, а бюджет ЕС подвысосал.